всем привет с вами сергей чураков видите это мой официальный канал и в этом видео я хочу с вами поделиться информацией как не попасться на очередную уловку мошенников и не потерять свой доступ от своего кошелька электронного кошелька значит копаясь на просторах интернета попался мне интересный ролик значит смотрите защита кошелька перфект мани от взлома значит трафик я ему гнать сейчас не буду я вот здесь нажму на слово скачать сейчас скачается этот ролик и я сейчас покажу на ролике в чем заключается защита кошелька перфект мани от взлома и так ли это на самом деле или нет так осталось одно секунд все открываем и давай сегодня расскажу вам о том как можно защитить свои кошельки перфект мани от взлома мошенников и кражей денежных средств них в последнее время участились случаи взлома электронных кошельков меня взломали один из моих кошельков взломали украли мне 800 долларов который я не так давно вывел с одного проекта мошенники последнее время придумываются более хитрые способы обмана людей чтобы получить доступ к кошельку так делаю паузу значит слушай внимательно то есть вот этот некто за кадром говорит что ну таким доверительным голосом то что его кошелек уже как-то взломали мошенники там разные способы придумывают и то что он там потеряет 800 долларов потерял и он сейчас выдаст секрет секрет смотрим дальше сейчас я вам как монет за сайт то есть он заходит на официальный сайт perfect money.es и зайти свой кошелек который мы непосредственно хатикатор так вот мы зашли в свой аккаунт непосредственно теперь нам нужно перейти в раздел настройки здесь мы увидим разделы редактировать профиль но нам нужно перейти в раздел безопасность вот изменить параметр безопасности нажимаем на эту ссылочку и здесь нам нужно отключить все настройки для того чтобы выполнить сброс настроек безопасности но я уже отключил за сделаю на паузу то есть прокомментирую он предлагает сделать дополнительную защиту но зайти в кабинет перефект мани и отключить безопасность уже то есть разработчики любой платежности будь это перфект мани пусть это paypal там пейза неважно что неважно какая платежная система они не дураки они знают что делают и они уже продумывают определенные шаги безопасности здесь он предлагает отключить штатную безопасность которая есть уже уже продуманная то есть для того чтобы потом ее заново включить мы слушаем дальше ранее подготовился отключаем все настройки безопасности подтверждаем их непосредственно это необходимо для того чтобы вы смогли включить дополнительную защиту то есть нужно сначала произвести полностью сброс безопасности настройка каута потом включить дополнительную защиту и потом уже можно будет вернуться настройки безопасности к вам так то улавливаете суть надо сделать сброс там что потом заново это все включить ладно листая короче дальше он выходит из кабинета показывает дальше и теперь и теперь вот здесь вот здесь соответственно вот мы отключили все свои настройки теперь нам нужно выйти из своего аккаунта нажимаем кнопочку выход и теперь переходим в раздел дополнительных настроек безопасности кошелька perfect money для этого вводим следующий адрес то есть обратите внимание на адрес perfect money.easy.es раздел дополнительных настроек безопасности любая платежная система она на своем официальном сайте разместит ссылку если это их не скажем их не раздел безопасности поехали дальше в адресной строке эту ссылку вы можете найти у меня в описании под видео ввели теперь нажимаем кнопочку enter вот мы видим вход в центр безопасности perfect money здесь нам нужно также указать наш номер кошелька то есть непосредственно идентификатор мы его вводим вводим пароль вводим кодскарт здесь все вроде как бы так но домен то не тот и и вот эта капча я вам сейчас покажу чуть дальше покажу что с этой капчи тоже не так и нажимаем кнопочку логин опачки обратите внимание сейчас произошла смена официального домена так вот у нас привязка нашей дополнительной защиты произошла теперь мы можем зайти в систему в основной раздел безопасности здесь опять мы вводим наши идентификационные данные вводим кодскартинки нажимаем кнопочку то есть после того как вы отдали мошеннику все свои данные открывается официальный сайт платежной системы и вы уже входите в свой кабинет возможно входить возможно вы уже не пойдете никогда теперь давайте до конца не буду рассказать логин дальше заходим в раздел настройки и теперь уже подключив дополнительную степень защиты мы можем включить все наши предыдущие настройки безопасности то есть он дальше втюхивает вы уже отключили защиту вы уже отдали свои данные а теперь попробуйте войти в свой кабинет и попробуйте включить до ту же самую защиту вы же дополнительную защиту она короче разбираем этот хлам дальше чё это за чудо но максик нисаев значит вот этот домен вот этот домен который он предлагает то есть разбираем следующим способом до в конце видео я расскажу что надо каждому из вас сделать для того чтобы этого ролика не существовало это домен первого уровня это домен второго уровня то есть до точки а это уже под домен то есть это домен третьего уровня http 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 а где буква с то есть это уже подозрительно то есть под домен и нету этого самого ключа берем домен второго уровня все платежные системы располагаются на домене второго уровня все что находится в под домене это либо партнерские ссылки либо левая дальше открываю и с . изи . есть что это такое обратите внимание хостинге ни одна уважаемая себя компания не будет располагать свои ресурсы на хостинге на бесплатном хостинге ну таком среднем уровня то есть на хостинге не будет платежной системы располагать свои ресурсы поехали дальше давайте открою этот домен вот так это все выглядит а теперь сравним этот домен с официальным доменом значит во первых верху нет значка да во вторых вот это капча она не кликабельно она не меняется официальный сайт официальный сайт во первых капча у нас изменяется во вторых значок есть дальше внизу уже на официальном сайте всегда проверяйте наличие green статус бар то есть https касая черта perfect money . и с касая черта логин . html то есть должно быть именно вот так но не вот так то есть это это называется сайт для фишинга то есть ловля скажем ваших идентификационных данных и вы сами отдаете свой айди и свой пароль поехали дальше что надо делать вот вот с такими роликами что надо делать да вот здесь есть еще и вот здесь есть слово пожаловаться да кстати давайте посмотрим вот если вы откроете сам домен туда же четыре человека подписалось обалдеть когда я мне попался этот ролик здесь было два человека сейчас если обновлю здесь будет больше подписчиков даже 216 просмотров надо же люди просматривают значит что делаем с этим роликом вот здесь есть еще кнопочка здесь есть пожаловаться кликаем пожаловаться выберите причину материал сексуального характера жестокая или жестокий или отталкивающий сцену дальше появление нетерпимости дисками вредные или опасные действия жестокое обращение с детьми спам ведение в заблуждение нарушение моих прав проблема с субтитрами так сейчас я верну масштаб потому что я увеличенный делал что выбираем нетерпимости вредные и опасные также спам ведение в заблуждение кликаем вот сюда спам ведение в заблуждение дальше массовая реклама продажа лекарств вводящих в заблуждение текст ложный значок видео мошенничество выбираем слово мошенничество так представим дополнительные сведения спам ведение в заблуждение предоставить дополнительные на видео обман снять обман пишем обман фишинговый сайт фишинговый сайт фишинговый сайт и вставляем его сайт фишинговый сайт официальный сайт и официальный сайт для сравнения фишинговый сайт официальный сайт другое ну все принципе нормально дальше сотрудники топ непрерывно рассматривать жалобы на видео и пользователей к тем так пожалуйста на канал серьезные или повторяющие нарушения могут привести к блокировке аккаунта пожалуйста на канал мы сейчас еще пожаловаться так открыть новую вкладку и после вот этих вот это текста я его на всякий случай скопирую и этот текст будет под моим видео сейчас открою редактор вставлю этот текст дальше и нажимаю отправить спаме день и заблуждения мошенничества выбранная метка дополнительные сведения на видео обмак так дальше идем дальше на следующую жалобу жалобы на неприемлемое поведение и нарушение безопасности в чем проблема оскорбление игру и угроза в интернете выдачи себя за другое лицо угроза насилия угроза жизни ребенка или нарушение его прав дискриминация высказанных отношений в социальной группе спам и мошенничество мне не подходит ни один вариант значит кликаем вот сюда спам и мошенничество и выбираем дальше на ю тубе запрещено искажать описание теги названия или значки роликов цели повысить количество просмотров или вести пользу в заблуждении напоминаем что мы можем удалять ролики комментарии и личные сообщения которые считаем нецелевыми нежелательными или дублирующим другой контент значит здесь выбираем мошенничество видите у рейл канала пользователя которого вы хотите сообщить и выбираем вот это у рейл канала вот так и нажимаем далее сообщить о нарушении в комментариях пользователя максим исаев выберите комментарии не больше 20 выбранные материалы будут автоматически удалены с youtube учите что даже после этого команда youtube сможет изучить оскорбительные комментарии поиск комментариев от максимуса выполнен по первым 20 видео так при выборе этого содержания команде youtube автоматически отправляется уведомление после этого ваша жалоба рассматриваться и принимаются необходимые меры так у рейл видео у рейл видео это это вот это у рейл видео так найти комментарии пользу так видео пользует так есть нарушение 5 видео сообщить о нарушении так поиск выполнен по первым видео больше нет доступных видео хорошо пользуюсь максимус сайф на моем содержании которых есть нарушение но ваши видео нет ни одного видео ответа пользуюсь так есть что его имя указано правильно комментария так заблокировать пользователя введение запрещено введение запрещено чтобы чтобы выводить перешли напишем новый сайт и оставили введение введение в заблуждение чтобы люди перешли на фишинговый сайт и оставили свои данные от кошелька perfect money так название канала так ну вроде все вроде все и нажимаем кнопочку отправить спасибо мы признательны за то что вы обратили ваше внимание на эту проблему рассмотрим вашу жалобу применим и примеры случае необходимость благодарим вас за помощь по вопросам безопасности youtube сообщение другой проблем так ну в принципе все то есть надо вам сделать вот эти две вещи чтобы блокировать этих мошенников не будет мошенников вот чище интернет все в наших с вами руках поэтому если вы за нормальный интернет нормальные заработки без всяких вот этих вот не пойми кого ставьте лайк пиши комментарии что ты думаешь по этому поводу подписывайся на канал впереди будет много чего интересного я периодически делаю такие обзоры и также у меня по заработку в интернете все всем пока до скорой встречи а и